То, что происходит и у нас в России, вот эти собрания, протестующие, вы знаете, у меня тоже вызывает чувство сожаления. И я думаю, что это не без участия западных спецслужб. Но, вы знаете, я вот хотел бы сейчас, пользуясь возможностью, обратиться и сказать тем, кто устраивает эти оранжевые, розовые революции, другие революции, хотел бы предупредить и сказать, что Россия это вам не Грузия, это вам не Украина, это вам не Египет или не Ливия. В России сейчас существует огромное количество средств массового уничтожения. У нас есть и атомное, и бактериологическое оружие. И, должен сказать, что, вы знаете, в отличие от американцев, нашим русским людям, у нас, вы знаете, я скажу, огромное количество людей, которые нуждаются в нормальном образе жизни. И для большинства русских людей жизнь, как говорят в народе, ломаной копейки не стоит. Будут нас допекать в отчаянном состоянии, когда наш народ будут загонять в угол. Нам ничего не останется, как открыть краник чернобыльский, да, типа такого. И в этом случае пострадают все, и американцы, и европейцы зажиточные, а им есть чего терять. У них, знаете, если хотите, микрокоммунизм есть. У них все, если нормальное, вот такой человеческой жизни. А у нашего человека практически нет, у большинства, по крайней мере. И поэтому, я бы сказал, знаете, с нашим русским народом не стоит шутить. И не стоит его подталкивать вот на эти провокационные массовые демонстрации против каких-то результатов. Но и, конечно, я бы должен сказать, недаром существует поговорка, народ достоин своей власти. Если вы хотите, чтобы у нас была власть достойная, хорошая, то надо самому народу измениться. Именно поэтому церковь призывает преображать свое личное внутреннее состояние, чтобы мы, веря в Бога, обращались к Нему, жили благочестиво и праведно. И в этом случае Господь нам даст таких князей, как благоверный князь Александр Невский. Если мы достойны будем этого, а если мы будем жить по своим страстям низменным, то, естественно, и к власти придут такие же люди, которые страдают теми же болячками, теми же страстями. И вот тогда нами легко очень будет управлять, хотите с Запада, хотите с Европы. Так что, пользуясь возможностью, хочу всем пожелать хорошего, доброго настроения. Не забывайте, что с нами Бог, что мы все-таки творение Божие. И если мы будем обращаться к Нему с просьбой, чтобы Он нам помогал жить нормально, праведно, то Господь будет нам помогать, и власть будет хорошая. И те, кто будет идти во власть, те будут понимать, что ответственность прежде всего ложится на того человека, который идет во власть. Не страсти, не деньги, не власть, не тщеславие, а ответственность. Вот если наши кандидаты в депутаты будут это понимать, если наши кандидаты в президенты тоже будут это понимать, вот только в этом случае, по-моему, может что-то измениться в лучшую сторону. А если будут страсти бушевать, страсти останутся. И мы тогда просто будем рабами в руках тех, кто управляет нашими страстями. Огромное спасибо вам.